Уже более 10 лет творческий конкурс собирают в областном центре Брещена и десятки талантливых представителей Товарищества инвалидов по зрению. Это традиция. Меняется только название форума, в этот раз с песней по жизни, что вполне точно отображает отношение конкурсантов к их увлечению. Они признаются, творчество помогает обрести душевную гармонию и настроиться на позитив. Мы очень любим петь. У нас все люди уже пожилые, поэтому как бы собираемся мы сюда с душой. Это наша отдушина. И чтобы принять участие в фестивале, мы с огромным удовольствием едем сюда за столько километров. Но все это нам нравится. Если бы не нравилось, мы бы, наверное, не участвовали. Я занимался еще в школе, скажем так, в вокальном инструментальном ансамбле. Это все пошло оттуда. Потом студенческие годы. И вот, скажем так, уже возрасту своей жизни я тоже работаю на производстве, где я принимаю участие в культурной жизни предприятия, провожу и организую мероприятия. Конечно, конкуренция растет. Участники у нас очень хорошо поют, очень активные. Конкуренция растет. С каждым разом у нас, как говорится, все на высшем уровне. По словам организаторов, целей у данного мероприятия несколько. Это и привлечение внимания к деятельности товарищества и раскрытие творческого потенциала его членов и их реабилитация. Благодаря подобным форумам у людей с ограниченными возможностями появляется дополнительный стимул к развитию и тяга к общению. Конечно, основная цель, в первую очередь, как и любого такого масштабного мероприятия, это привлечь внимание широкой общественности к жизнедеятельности общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». В первую очередь, нашей областной организации. Конечно, это выявить творческих наших людей, талантливых людей, дать им возможность проявить свое творчество, дать возможность их творческому росту, самосовершенствованию, дать им возможность стимулировать их к участию в культурной жизни общественного объединения. Само собой, разумеется, это реабилитация посредством художественной культуры. В конкурсной программе более 70 номеров. Немало среди участников тех, кто решился испытать свои силы впервые. Но в рамках концерта на сцену вышли и исполнители, которые не раз становились лауреатами музыкального первенства. Однако сделали они это, как принято говорить, вне конкурса. Организаторы считают, это дает шанс проявить себя молодым и менее опытным исполнителям. Но яркости соревновательного накала от этого не стало меньше. Город над Бугом все конкурсанты как один приехали за музыкальной победой.